Физкульт-привет, дорогие друзья! В эфире программа «Спорт на Дону» и по многочисленным просьбам болельщиков футбольного клуба СКА сегодня гость нашей программы, герой нашей программы Андрей Козлов, главный тренер футбольного клуба СКА город Ростов-на-Дону, Андрей Васильевич, здравствуйте! Андрей Васильевич, насколько тяжело было вам собрать команду, потому что толком у вас ни сборов, ни предсезонных игр не было, но вы сделали из команды лидера. Ну да, я думаю, это не секрет, да, все знаете прекрасно, как команда собиралась, в какие сроки нас собиралась, мы как бы не провели ни одной контрольной игры, да, но еще раз говорю, это не в оправдание, говорю, мы понимали, на что мы идем, как будем устраивать свою работу, поэтому еще раз говорю, мы опять понимали ту ситуацию, в какой оказались, то есть первые игры будет не совсем просто, но еще раз говорю, мы видели, как будем дальше работать, как будем улучшать командное взаимодействие, то есть и в целом игру, поэтому как бы, ну, в этом направлении мы постарались через игры, да, у нас даже в процессе сезона еще ребята новые приезжали, поэтому мы уже непосредственно в чемпионате и какие-то перестановки делали по ходу игр. Ну вот, наверное, из-за этого, да, старт получился такой смазанный у вас, потому что нашлось сразу очень много пессимистов, которые сказали, говорили вернее, что этой команде ничего в этом сезоне не светит, но вы, как говорится, утерли нос всем. Глядя, да, в какой мы ситуации, ну, видя вообще команду, команду в целом, насколько они были заряжены, знаете, они тоже понимали, в каких они условиях ребята оказались, поэтому были с первого тура очень настроены и во всех отношениях, в эмоциональном плане, да, вот где-то чуть-чуть нам и не повезло в первой игре, где-то, да, эмоции захлестнули нас над разумом чуть-чуть там и карточки получили такие необоснованные, поэтому игра сама по себе получилась. Ну, еще раз говорю, мы понимали, понимали, что нас ждет, поэтому я считаю, что мы как бы прошли эти игры, да, и была и с Чайкой игра там, тоже, я считаю, достаточно неплохо мы ее провели организованно, да, но, к сожалению, потом мы достаточно много времени Санджи атаковали, ну, концовки пропустили, это тоже какой-то такой негатив, отпечаток наложили, ну, мы сели, как бы с ребятами поговорили, поняли, как нам двигаться дальше и тот отрезок, который мы провели, да, из 13 победных игр, да, то есть это говорит о том, что команда, как бы, сложилась в определенный момент, да, и, естественно, уже непосредственно результативную игру показывала в этой части чемпионата, но, к сожалению, да, последние две игры нам не хватило чуть-чуть, да, наверное, тоже опять в эмоциональном плане мы, как бы, достаточно готовились и к Чайке, но тоже там, вы знаете, удаления были, да, так негативно повлияли на результат, они тоже, и у нас три человека выбыло, и мы уже в Анджи, как бы, без стройки, вот этой средней линии, как бы, играли. Ну, еще раз говорю, это футбол, это ни в коем случае не оправдание, то есть кто-то сегодня выпадает, кто-то завтра, так же, как бы, команда стабильно, не совсем просто пройти, как бы, весь чемпионат. На сегодняшний день во втором дивизионе представлен СКА, Форта и Чайка, да, три клуба, представляющие Ростовскую область. Вашим ребятам как-то приходилось дополнительно мотивировать на матчи с земляками? Ну, во-первых, да, то, что мы сейчас видим, да, там три команды, и Форта, и Чайка, и СКА, то есть я считаю, это тоже, как бы, такой успех, да, наших, как бы, ростовских команд, потому что представляют три команды во второй лиге, поэтому я всегда говорил, то есть это плюс для всего нашего ростовского футбола, ростовской области, почему там в этих командах собраны тоже квалифицированные тренеры, хорошие футболисты, поэтому я думаю, только тут такое, знаете, соперничество между этим только нам, всем даст большой плюс, поэтому, как бы, я считаю, что это в этом отношении, да, мы тут все выигрываем, все команды. Это предпоследняя игра, да, 2021 года для вас, все-таки с Чайкой выпала, которая прервала вашу трех-тринадцатиматчевую беспроигрышную серию. Что пошло не так? Потому что в первом периоде, в первом тайме, да, вы смотрелись, мне кажется, чуть-чуть получше Чайки, во втором где-то что-то подкосило вас. Знаете, не получилось, не получилось забить, да, если вы помните, у нас был момент, там, в начале игры тоже, там, не забили, то есть, естественно, сразу там получили в обратную, да, и вот в этой ситуации где-то вот этот перелом, то есть, произошел, но еще раз говорю, ни в коем случае, там, не хочу сказать, что это повлияло, да, то есть, мы вышли так же второй тайм заряжены, как бы поговорили с ребятами, поэтому даже первые минуты там, ну, как бы была инициатива на нашей стороне, да, даже при удалении, поэтому, ну, а уже в середине где-то там, там нас с центрального защитника удалили, потом мы в концовке, и вот именно как-то в психологическом плане на ребят очень давлела эта игра, конечно, почему, потому что мы все прекрасно понимали, да, там, дай бог, там, обыгрываем Чайку, то есть, там уже там отрыв был достаточно большой, как бы, и вот, может, эти где-то эмоции ребят захлестывали, поэтому, я думаю, в этом плане, чуть-чуть в плане организации мы где-то все-таки, наверное, тут проиграли, да. А почему так получается? У вас такие самые эмоциональные игры все-таки с Чайкой, это обилие желтых карточек, это и удаление, какие-то спорные моменты, почему так с Чайкой получается именно? Я, честно говоря, вот, знаете, всегда тоже как бы задавался этим вопросом, я говорю, давайте мы хоть как-то сыграли ровными составами все так вот игры. Ну, еще раз говорю, это то желание, то желание, да, вот, тоже, то желание ребят, там, болельщиков, тренеров, ну, оно, знаете, воедино и все сходится, почему это, эти игры стоят особняком, да, там, дерби, дерби, я как бы не совсем, как бы, к этому так, знаете, не то, что положительно отношусь, ну, для нас каждая игра, да, ну, выиграем мы эту игру, проиграем две других, ну, тоже, как бы, ситуация не совсем. Но с форта не так у вас, с форта у вас более ровно проходят все? Ну, да, да, да. Как-то более дружественно, да, вот, Чайка, прям, вот, два титана таких сталкиваются, и вот, и вот все начинается, там. Ну, тут еще момент, много ребят, которые, там, да, играли с, этот, между собой, кто-то в одной команде играл, поэтому это тоже… Кто-то друзья даже, там. Да, даже друзья, как всегда говорят, на поле друзей нету, поэтому там, я прекрасно знаю, там и форта ребят много, и у нас играли, кто дружит между собой, но на поле, там, еще раз говорю, там все были заточены только на результат, поэтому отсюда вот такие где-то эмоциональные всплески, которые выливаются, там, в желтые карточки, в удаление, да, поэтому тут… Андрей Васильевич, ну, вот если вот так вот по чемпионату вернуться, опять группа лидеров – это СКА, Чайка, Динамо, Махачкала. На ваш взгляд, это вот эта вот… Есть группа лидеров, которая будет бороться до конца за медали, за первое место, либо кто-то еще может втисаться? Ну, всегда, всегда, да, еще нам играть, там, 14 игр, да, мы в этот… Всегда кто-то может в весенней части преподнести сюрприз, но то, что вот мы сейчас в этой части чемпионата видели, да, то есть, естественно, это пятерка, она, да, она там и по футболистам, и по игре, и по организованности, то есть она как бы по праву в лидирующей, как бы на лидирующих позициях находится, поэтому я думаю, что да, эти команды, эти клубы будут как бы бороться за путевку. То есть Форд еще тоже может, да, в Клинице? Однозначно, однозначно, почему нет? Там квалифицированные футболисты, квалифицированный тренер, поэтому я думаю, у всех есть возможность, поэтому… Андрей Васильевич, ну вообще, как оцениваете чемпионат этот по составу участников? Насколько он стал сложнее? Понятно, что вы давно не работали в втором дивизионе, но вот свежим взглядом, как говорится. Ну, вот, например, когда я до этого работал, да, в СКА, ну, как бы не было столько команд, которые непосредственно хотят, там, повышение в классе, там было, да, одна-две команды и все. То есть тут свои притязания обозначают многие команды, поэтому они подкреплены и финансово, и инфраструктурно, поэтому, еще раз говорю, в этом плюс есть, именно для второй зоны, вот для южной, то, что раньше этого я, по крайней мере, не видел. Перед вашим клубом какая стоит задача на этот сезон? У нас задача одна, вот, тем более, что касается футбольного клуба СКА, да, я когда сюда приходил, мне тоже ее, как бы, озвучили тоже, поэтому у нас только одна задача. Все равно очень тяжело играть, да, у команды нет своего поля, но как вот приходится играть, как настраивать ребят, потому что у многих могут руки опуститься даже, что у команды нет своего толком дома, да, она живет в Ростове, команда с именем, команда известная в Ростове, но мечется по стадиону. Ну да, есть, к сожалению, есть это, да, нам не всегда и удается на стадионе на СКА и тренироваться, играть там, да. Ребята даже, когда новые приходили, это как мы там не будем играть, почему-то стадион нас, ну, как бы, наш, многие даже не понимали, что, как бы, ну, есть определенные проблемы, которые не дают нам полноценно его использовать. В этом плане, да, но еще раз говорю, тут собраны те ребята, которые хотят решать серьезные задачи, да, и не просто мы приходили, не просто сюда спортивный директор приходил, который приводил ребят, которые знают достаточно хорошо, которые решают серьезные задачи и решали до этого. Поэтому я, как бы, тут объединены все одной целью, и включая руководство наше, и футболистов, и административный штаб, да. Ну, еще раз, и для меня, как для тренера, это важно, что это футбольный клуб СКА, да, этот клуб СКА, который всегда говорил, и буду говорить, мы в долгу всегда и перед болельщиками, мы всегда, и сам клуб, он должен более серьезные задачи решать. Какая бы ситуация ни была там в стране, да, дай бог, чтобы она осуществилась, мы, по крайней мере, со своей стороны, я, в частности, сделаю все, чтобы это произошло. Следующий год уже известно, на труде СКА будете играть, или пока рано? Ну, пока еще, да, еще, я думаю, рано, потому что вы видите, как все меняется, да, в нашей жизни, кто знал, что у нас будут такие ограничения ввиду с коронавирусом, поэтому тут неизвестно, что единственное, могу сказать, что мы, как бы, готовимся, мы сейчас в отпуске планируем, там, на сборы уехать, поэтому в этом плане, как бы, как бы, работа идет. Так, ну и по сборам, да, вы же сами, как говорится, заговорили. Известно, где будет команда готовиться, когда вы сейчас в отпуске находитесь? Да, мы сейчас в отпуске, мы планируем где-то в 10-х числах января собраться, и уже, ну, нужно провести медобследование, и там через 2-3 дня должны уже улететь на сборы. Известно, где сборы будут? Ну, там известно, единственное, там сроки сдвигаются, как бы, они известны, они будут руководством, как непосредственно уже подтверждение будет, я думаю, это все выложат, как бы, у нас на сайте это будет известно и доступно там для болельщиков. Согласитесь, да, все равно такой большой перерыв все-таки, больше месяца, получается, команда будет отдыхать. Не беспокойтесь за физическое состояние футболистов, кто-то, может, с перевесом придет, мало ли, новогодние праздники впереди. Ну, мы разговаривали, да, на эту тему, как бы, я вот, в последнее время там работали, там, премьер-лиги, да, там, конечно, попроще в этом плане, там, где-то сезон 12-15 мы уходим, и уже в начале января собираемся. Здесь, да, здесь есть, как бы, такой разница. Вот, больше месяца. Да, большое время, поэтому, ну, еще раз говорю, тут ребята, да, мне определенный этап времени проработал с ним, да, достаточно много таких квалифицированных, которых поиграли и достаточно в серьезных клубах решали серьезные задачи, поэтому, думаю, с этим не должно, как бы, каких-то проблем быть. Также и ребята, которые молодые у нас, и ростовчане, которые занимаются, то есть, достаточно профессионально относятся к себе и к тренировочному процессу, поэтому, я думаю, тут не будет таких серьезных проблем. А то, что владелец команды «Баста» очень часто прилетает на игру, там, общается с ребятами, это как-то позитивно на них складывается? Или он такой, знаете, может поругать, может, например, где-то навтыкать может? Ну, наверное, наверное, может и должен, наверное, делать, почему? Потому что, конечно, это позитивно и на команду влияет, и более того, там, огромная ему благодарность, да, все-таки человек, как бы, тоже, как бы, занят своей определенной работой, но всегда болеет душой, да, заскает для него этот клуб, как бы, знаете, он… Родной. Да, это родной клуб, поэтому, как бы, те слова, которые он говорит, он старается по возможности, естественно, сейчас такой ситуации, да, в стране, поэтому, но он старается, находит время, как-то поддерживает, да, и там звонит, и басболельщика мы видели, вы, да, поддерживали, поддерживал Ярос, что огромное ему спасибо, конечно, за это. Конечно, это чувствуется, это вселяет определенный оптимизм в команду, во всех нас, я думаю. Ну что ж, Андрей Васильевич, огромное вам спасибо, что нашли время, уделили нам время, пообщались, рассказали все, желаем вам только удачи, и чтоб первое место в конце сезона, чтоб оно за вами сохранилось. Спасибо, спасибо вам огромное, поддерживайте всегда, мы постараемся только радовать вас нашей игрой, поэтому всего хорошего. Ну что ж, дорогие друзья, к сожалению, время нашей программы подошло к концу, и напомню, это была программа «Спорт на Дону», с вами был Роман Саганов, увидимся ровно через неделю, пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин